Что бы хотелось сказать нашим будущим врачам, нашим коллегам, что студентам нашего ВУЗа инфекция очень опасная. Возбудитель малоизучен. Особенности его заключаются в том, что очень большая изменчивость. Вот были такие примеры, когда за короткое время на территории одной страны было выделено 130 изолятов этого вируса. И надо сказать, что каждый третий выделенный от больного человека изолят уже имел свои особенности. То есть на поверхности нуклеотида есть рецепторный аппарат, при помощи которого вирус присоединяется к рецепторному аппарату клетки человека, эпителия человека. Так вот, вот эта нуклеотидная последовательность, при помощи которого рецептор, активная часть рецептора, она очень быстро меняется у этого вируса. То есть каждый третий пассаж, то есть проникновение в новый третий организм, это уже новый вирус. Поэтому, безусловно, будет очень много попыток создания вакцины от коронавирусной инфекции. Но это не факт, что она будет универсальной, учитывая особенности вируса. И мало того, мы уже сейчас имеем предварительные данные американских исследователей о том, что перенесшие коронавирусную инфекцию люди сохраняют напряженность иммунитета не более пяти месяцев. А есть люди, у которых достаточный титр защитного иммунитета, то есть как бы достаточное количество антител, сохраняется всего лишь два месяца. То есть это настолько все непредсказуемо. То есть вот формирование эпидемически безопасного поведения сейчас станет стилем каждого из нас, жизни каждого из нас. Мы с вами должны помнить о том, что мир меняется, меняется, глобализация, перемещение происходит с огромнейшей скоростью. Инкубационный период этой инфекции достаточно длительный. Мы с вами помним, что это от 5 до 14 дней. Мы вспомним с вами из курса эпидемиологии, что существует понятие периода заразности. То есть когда нет симптомов, но уже человек выделяет вирус, и он представляет собой опасность для окружающих. И период заразности классической, инфекционного классического заболевания, это первый день клиники и еще плюс вчерашний день, то есть за сутки до появления первых симптомов. Мало того, есть масса заболеваний инфекционных, когда еще есть 3-4 дня продрома, когда человек не чувствует, что он больной, ну так легкое недомогание. Это еще плюс 3 дня. То есть представьте себе, что человек, у которого сегодня появились симптомы, вирус мог выделять от 1 до 4 дней предыдущих. То есть у него очень большое количество контактных. Это значит, что круг контактных может быть очень широк. Эпидемический очаг может быть настолько огромным, это зависит от траектории движения человека, который заболел за последние 1-4 суток. Поэтому остановить эпидемию будет очень сложно. Поэтому эпидемически безопасное поведение. Эпидемически безопасное поведение. Еще раз, в чем же заключается наше с вами поведение? Первое. Избегать людных мест. Это не просто слова. Мы их слышим и видим каждый день в брифинге, на брифинге нашего министра здравоохранения. Это не просто слова, поверьте. Это очень правильно. Избегать людных мест. То есть чем меньше, тем лучше. Мы в самом начале эпидемии предостерегали наших ребят о том, чтобы если они посещают супермаркет, то это должно быть в ночное время. Или в вечерний, утренний, раньше встал, как говорится, и меньше контакта с возбудителем. Почему? Потому что именно в очереди в супермаркетах и бывает, потому что уровень культуры людей разный. И люди приходят нездоровые. А есть люди, которым некому купить, и они приходят в любом состоянии здоровья для того, чтобы купить себе продукты. Поэтому помните, избегайте людных мест. Мало того, если все-таки вам нужно куда-то выйти, держите дистанцию. Сами держите дистанцию. Вы помните о том, что безопасное поведение, оно зависит от вас самих. То есть не приближайтесь к человеку. К сожалению, как в той латинской пословице. Homo hominis lupus test. Ну, это утрировано, конечно, но тем не менее сейчас нужно так воспринимать в небезопасном, в эпидемическом плане современном мире. Дальше. Не употребляйте пищу на улице. Старое доброе правило. То есть гигиена, санитария, да, руки, грязные руки. И эта инфекция передается таким же образом, то есть посредством фекально-орального механизма. То есть это инфекция, которая имеет множественные механизмы передачи. Может передаваться разными способами, путями передачи. Поэтому опасная инфекция. Дальше. Помним о том, что у нас есть индивидуальные средства защиты. То есть защищаемся при помощи экранирования. Используем постоянно медицинскую защитную маску или респиратор. Используем антисептик. То есть на наших поверхностях в любом случае мы будем с вами заходить в людные места, в общественный транспорт. Если мы видим, что общественный транспорт переполнен, то давайте научимся немножко ходить пешком, если это разумное расстояние. Если все-таки нужно перемещаться на длительные дистанции, то, конечно, нужно посещать. Но, значит, нужно раньше выйти, когда не час пик, меньше пассажиров будет в общественном транспорте. Помним о том, что на поверхности многих предметов вирус может сохраняться длительное время. И прежде всего это средство обмена, это деньги. На поверхности купюр известно на сегодняшний день, что вирус может сохраняться трое-четверо суток, а может быть и дольше. То есть пока есть предварительно вот такие данные. Даже были такие работы, которые подтверждают, что вирус погибает на поверхностях, которые содержат небольшое количество цинка, хрома. То есть даже были такие уже разработки, когда говорили, что будет профессиональная мебель, полированная с участием вот этих металлов, потому что вирус якобы гибнет. Ну, это английская работа была в начале еще эпидемической вспышки. Может быть и так. Но, тем не менее, на поверхности наших общепринятых предметов, там сумка, с которой мы ходим, держимся за ручки сумки, там всегда есть очень много возбудителей. И, конечно, можно предполагать, что там будет коронавирусная инфекция. Поэтому сумку оставили, руки помыли, и уже сумка не находится рядом с нами, когда мы кушаем, когда мы чем-то заняты в домашних условиях. Мой учитель, профессор Васильев, говорил о том, что пока не произойдет проэпидемичивание 30-40% населения, эпидемический процесс будет расти. Поэтому в любом случае мы с вами с вирусом встретимся. Другое дело, в каком состоянии мы с ним встретимся, то даже встретясь с вирусом, мы выработаем к нему правильный, правильно иммунитет и как можно быстрее приступим к учебному процессу. Продолжение следует...